Выкопаны ямы и столбы для забора в единственном парке военного городка. Начались подготовительные работы к строительству. Судя по проводимым сейчас границам, под застройку отходит большая часть зеленой зоны. Местные жители узнали об этом несколько дней назад и сразу стали бить тревогу. Мы здесь дышим керосином. У нас постоянно полеты. Вы видите, как мы оккультурим свои дома, как у нас красиво. И там в этом парке находится детский сад. И нам стадион. И нам очень жалко, если погубят все. И так все приходит, негодность. А парк очень жалко отдавать. Наше единственное богатство в городке – это наш парк. Мы его считаем реликтовым парком. Потому что вот кто сейчас присутствует, рассказывает, я сажал это дерево, я сажал это дерево. Это было после войны в 50-х годах. Тут были китайские военные, которые помогали сажать наш парк. И у жителей всегда уже несколько лет была мысль сделать этот парк летной славой имени Белякова. За этим парком ухаживают. Город не выделяет денег. Каждую весну вы увидите и ветки, и мусор. Это собирают наши пожилые ветераны. Вечером в среду на улицу вышли более ста человек, чтобы поставить подписи против возведения здесь многоэтажного дома. Письма написали временно исполняющим обязанности губернатора региона, прокуратуру и министерства обороны. Раньше была парковая зона. Но когда нас передали городу, почему-то здесь идет изменение всей структуры. Здесь указывает, что здесь уже не парковая зона, а бесхозная зона. Жители городка также рассказали о том, что здесь старая система канализация. И новый многоэтажный дом вполне может окончательно вывести ее из строя. Уже в 90-х годах, когда был военный городок, представители водоканала говорили, что состояние водопровода и канализации в критической ситуации и не выдерживает. И не разрешали тут строить никакие дома. Вот пишет наш ветеран, что собой представляет наш канализационный коллектор. Это труба керамическая, диаметром 35 сантиметров. И через эту небольшую трубу проходит все, что идет с нашего городка. Канализация у нас не справляется. Здесь она и так, здесь уже замусорена постоянно. Выезжает нам водоканал. Не справляется канализация. Вода холодная, уже в домах течет тонкой струей. Люди ночью стирают машинки свои, включают стиральные. Лишь бы был бы напор. По словам жильцов, данный земельный участок администрация города сдала в аренду на срок 10 лет. Тендер на строительство выиграл неизвестный в Рязани московский застройщик. Но сам аукцион, как таковой, не состоялся. В протоколе указано, что 9 фирм-участников на него не явились. Заранее знали, что они участвуют в этом аукционе не будут. За взятку, кому непонятно, что это был сделан, откат администрации. Именно тот, кто подписал эту бумагу на строительство. Нашли девочку для битья. Это уже не раз здесь делалось в Рязани. Сейчас займется прокуратура, если этим делом. Эту девочку просто потом под шумок уволят, кто подписал эту бумагу. Я обращаюсь к администрации, к нашим властям, к областным властям. Пожалейте городок Дягилева. Остановите, пожалуйста, строительство. Сохраните его в первозданном виде. Нам не нужен подарок в виде спортивного центра. Нам не нужен региональный футбольный манеж. Нам нужна тишина. Редакция телекомпании «Город» отправила запрос в администрацию областного центра с просьбой рассказать о правомерности возведения на этой территории многоэтажного жилого дома. Мы продолжим следить за развитием событий.